Субтитры делал DimaTorzok Ты можешь вспомнить свой самый такой страх? Вспомнила, да? Мажем здесь, здесь, вот тут, под носом. Рот открывай и язык туда, к верхнему негу. Ага, вот так. И под языком. И вот тут. Горько. Ага. Она такая, да-да-да. Дыши. Вдох через нос, выдох через рот. Еще. Ага. Давай. Вот так. Вдох. Ага. Еще. Еще дыши. Давай, дыши. Мозги отключай дыши. Выпускай. Еще. Еще вдох. Если вы обратите внимание на, я не знаю, будет видно, не видно, но обратите внимание на руки, руки начинают потихоньку темнеть. В какой-то критический момент они доходят, они становятся фиолетовыми. Дыши. Они мерзнут. Они мерзнут сейчас, да. В общем, смотрите, правая рука не принимает то, что я делаю с мужчинами. Левая рука не принимает то, что я делаю как женщина. Поэтому, если еще вот перевести на совсем простой язык, то это сначала я в себя как в женщину не верю, потом за счет мужчин самоутверждаюсь. Это такая как бы защитная реакция, да. Дыши. Еще вдох. Глубже дыши. Еще вдох. Еще. И каждая эмоция, она оставляет вот след в теле, да. И вот маслом – это самый безболезненный способ спровоцировать вот именно выход эмоций из тела. Еще вдох. Вот сюда. Вот сюда. В матку вдохни. Вот женщина свою подавила прям. Когда я хочу выглядеть. Это вот социальные маски. Дыши. Грудь не имеет. Здесь, да, все? Да. Дыши. Хорошо. Вдох. Вдох еще. Еще вдох. Вдох. Еще вдох. Так часто бывает, знаете, когда нам надо, надо, надо. И вот в достижении постоянном, да. И вот это перенапряжение в теле, оно вызывает потом вот это вот онемение. Потому что в клетку начинает попадать энергия. Энергия начинает там вот, ну, как бы выдавливать все-все вот негативное и вот неживое. И поэтому происходит вот это вот онемение. Люди, у которых очень сильно развит мозг, да, вот для них это не кислородное отравление, не гипертрофия легких. Человек, когда без блоков, он может дышать, и у него не будет вот этого состояния, он не будет синеет, там, не будет вот этого онемения. Когда блоки все ушли, тогда человек просто находится в состоянии эйфории, когда он глубоко дышит. Просто слегка кружится голова. Какое-то расслабление, вот такое медитативное больше состояние. Ну, прям сильно грудь не имеет. Угу, дыши вот сюда, вдох. Вот, дыши. У меня такое, кстати, бывает раз в месяц. Угу, дыши. Вот семь чакр, да, каждая чакра отвечает за определенный вид жизнедеятельности человека. Это можно посмотреть, какими чакрами и как он относится к жизни. Первая, вторая чакра, это вот район паха. Это деньги и страсть. Да, это изобилие и страсть. Это интересно жить неинтересно человеку. Радостно, нерадостно. Это изобильно, неизобильно. То есть это уже вот доход твой. Это деньги, материальное благополучие, оно вот все вот здесь. Третья чакра, это вот уровень пупка, да. Это твоя воля. Здесь душа, творчество, интуиция и связь с Богом. Душа. И вот то, что здесь происходит, онемение, это вот душа. Она, когда мы душу закрываем, вот происходит вот такое вот то, что бывает боль в душе, бывает вот это онемение, потому что ты ее загоняешь. Это случается так, потому что ты себя постоянно, ты вот в списке своих приоритетов, свои приоритеты у тебя где-то там внизу, не на первом месте, а там в конце. И тогда получается, что твоя душа, она замирает, и ей места нет. Все, что ты хочешь, оно не исполняется. Дыши. Бородок тоже не нет. Вдох сделай глубокий. Выдох. Еще вдох. Вот кто стоит, вы можете тоже дышать и подключаться сюда. И вы будете чувствовать то, что чувствует она. В какой-то момент вы поймете, что вы сонастроились и будут где-то покалывать. Сейчас сердце немного болит. Вдох сделай. Прям тяжело. Правая. Не хочу идти с мужчиной. Или боязнь создания отношений с мужчинами. Левая нога. Не хочу идти как женщина, замуж и рожать. Это страх родов в основном. Когда руки не имеют выше локтя, до локтя, это еще более-менее, в принципе, человек живет нормально. Выше локтя, не утверждаю, но в основном, когда руки холодеют выше локтя, человек уже не раз думал о смерти. Вот можно провоцировать это через тело. Вот эти блоки, когда вы ложите руку. Чувствуются, где холодно, где тепло. Вот когда ты понял, где холодно, там чувствуется, где твердо, где мягко. И вот это, где твердо, вот это и есть спазм. Вдох сделай вот сюда глубокий. И выдох через рот, расслабься. Ах, боже, как больно. Ах, боже, больно, больно, больно. Выдохай, выдохай. Вдох. Вот эти спазмы, они... Ау! У нас даже органы не так... Выдыхай, выдыхай. Не бойся? Выдыхай, я тебе говорю. Выдохнула. Вдох. Вдохай. Еще вдох. Я... Удохи. Давай, давай, вдох. Это я не хочу слышать. Левое ухо. Нежелание слышать женщину. Вдох. Правое ухо. Нежелание слышать мужчину. Это, в принципе, когда тебе все равно, что тебе говорят. Слушай, ты ж упер, ты никого не слышишь вообще. Вдох. Вдох. Узнали. Немеют туши. Ага. Немеют немножко вот здесь. Ага. Грудь уже не немеет. Хорошо. Еще вдох. Вот, смотрите. Подавленная агрессия, да? Это вот самая интересная штука. Это то, что я в себе зажимаю. Да? И с подавленной агрессией начинаются боли в спине. Вот этим страдает сейчас 98% населения, да? И даже я вот сколько, знаете, сколько бы этим ни занимался, мне ногу вправляют, он, Руслан, раз в месяц, наверное, если не чаще. То есть каждый твой стресс, каждые твои какие-то несбывшиеся мечты или вот каждый твой новый какой-то проект, который еще не начался, да? И ты переживаешь, что он будет или не будет, удастся или не удастся, вот боль в спине. Почему? Потому что сначала ты обижаешься, это твои неоправданные ожидания, да? Это вот обиды, это вот печень, это вот застой желчи, это там загиб, там чего-то там, пузырей всяких. Потом, когда эта обида перерастает в агрессию, когда она киснет, она застревает здесь, потому что ты начинаешь сдерживать эту агрессию и, в общем, это вот тут. Поэтому, когда ты зажимаешься, ты сжимаешь челюсти. Челюсти. Вот эти мышцы связаны с трапециевидными, вот этими. Трапециевидные связаны с бедренными. Вообще, на самом деле, здесь связано все с челюстью. Вот здесь, прям до пяток все вот эти мышцы, связь идет, да? И когда ты злишься, ты сжимаешь скулы, спазмируются вот эти все группы мышц. Когда спазмируются бедренные мышцы, ты своими мышцами выдавливаешь бедро из тазобедренного сустава. Разница в длине ног у всех практически от полусантиметра до четырех. Поэтому люди как-то заваливаются вбок. Важно сначала выпустить вот эту подавленную агрессию. Для чего я тебе объясняю? Для того, чтобы ты понимал, что эти боли будут не зря. Ну что ж, сейчас будет жутко больно. Даши, будет больно четыре раза. Даши, по 30 секунд примерно. Что это дает? Восвобождается вот эта обида, высвобождается агрессия, высвобождаются вот, знаете, те блоки, которые были давно-давно, возможно, в детстве. Вот у тебя то что, да? Вот с левой стороны немножко больше агрессии на женщин. Скорее всего, это с мамы начиная, и там вот кто-то есть, на кого-то очень сильно злишься. На мужчин ты тоже зла, но, в общем, на женщин ты больше зла. В общем, твоя задача, как на родах, дышать. Вдох через нос, выдох через рот, да? При выдохе ты потом, в моменте, когда ты будешь уже, ты поймешь, что когда ты выдыхаешь, боль уходит. Чем глубже ты будешь вдыхать, и глубже выдыхать, тем будет менее болезненно. Договорились? Ага. Сильно не вырывайся, потому что этот, и пальцы мне не ломать. Вдох. А-а-а! А-а-а! Боже! Выдыхай! А-а-а! Не надо, не надо, не надо! А-а-а! Боже, я не могу больше! Не могу, не могу, не могу, не могу! Вы все... А-а-а!